Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, как самостоятельно заполнить налоговую декларацию за 2019 год. Я бы хотела напомнить вам, что это видео предназначено беженцам, то есть тем, кто запрашивает убежище, и тем, кому было отказано в убежище. Дом Азиль поддерживает беженцев и тех, кто запрашивает убежище. Помогает в административных процедурах, в открытии социальных прав, но из-за санитарного кризиса, связанного с COVID-19, мы не можем физически сопровождать вас, так как наша ассоциация закрыта еще на несколько дней и даже, возможно, на несколько недель. Не волнуйтесь, с помощью этого видео вы получите всю необходимую информацию о том, как заполнить налоговую декларацию за 2019 год. Сейчас вы увидите, что это достаточно просто. Поговорим сперва о форме. Как вы знаете, в налоговой декларации 6 страниц. На первой странице личная информация, ваше имя, фамилия, ваш адрес, а также графа, где нужно поставить дату и место заполнения декларации, то есть в город, где вы находитесь, и расписаться. На второй странице семейное положение и информация о вашей семье. На третьей и четвертой страницах детали о ваших доходах за 2019 год с января по декабрь. На пятой странице важная информация для тех, кто заполняет налоговую декларацию впервые. Шестая страница – это сертификат, который нужно заполнить в случае, если у вас есть жилье во Франции. Мы заполним эту форму вместе, страница за страницей. Давайте начнем. Мы на первой странице. Давайте предположим, что вас зовут Баба Саиб и вы впервые заполняете налоговую декларацию. Поставьте галочку в этом месте, чтобы указать, что вы декларируете свои налоги впервые. К вашему сведению. Если вы уже декларировали ваши доходы в предыдущие годы, не ставьте здесь галочку. Вместо этого вам нужно просто указать ваш номер ФИП и налоговый номер, который вы получили из налоговой службы. Эти номера вы также можете найти в налоговой декларации за предыдущие годы. Также, если у вас есть эти номера, вы можете заполнить декларацию через интернет. В графе «Гражданский статус» проверьте пол. Месье или мадам. Напишите вашу фамилию. Ваше имя. Дату рождения, например, 1 января 1970 года. Если вы иностранец, вам не нужно указывать здесь место вашего рождения, просто напишите вашу страну, например, Непал. Ниже напишите еще раз вашу фамилию и имя. Ваш номер телефона. И ваш электронный адрес, если таковой имеется. Если вы женаты или замужем, и ваша жена или ваш муж живет с вами во Франции, в этой части нужно заполнить фамилию, дату рождения вашей жены или вашего мужа. Если же вы женаты или замужем, но ваш супруг или супруга не с вами, например, если он или она живут в вашей стране, в таком случае не заполняйте эту часть. В этой графе нужно указать адрес. Укажите ваш адрес на 1 января 2020 года. Например, 1 января ваш адрес был следующий. 3, rue de l'émairie chez Domazil, номер 7810. 3, rue de l'émairie chez Domazil. Если вы поменяли ваш адрес в 2019 году, то здесь вам нужно указать дату смены адреса и ваш старый адрес. И, наконец, если вы сменили адрес в 2020 году, укажите дату смены адреса и ваш новый адрес здесь. В этом примере вы сменили адрес 10 января 2020 года на ваш новый адрес. Налог на телевидение. Это очень важная часть. Во Франции каждый, у кого есть телевизор дома, должен платить налог на телевидение. В вашем случае, если ваш почтовый адрес находится в ассоциации, у вас нет дома, а значит нет телевизора. Поэтому вам нужно поставить галочку вот здесь, где говорится, что у вас нет телевизора, поэтому и налог вам платить не нужно. Здесь вы указываете место, то есть город, где вы находитесь, дату заполнения данной декларации и ниже ставите вашу подпись. Вот эти два пункта вы не заполняете. Здесь вы указываете детали вашего семейного положения, женат или замужем, разведен или разведена, холост и так далее. Если вы состоите в браке и ваш муж или жена живут с вами во Франции, вам нужно поставить галочку здесь. Если вы не женаты или не замужем, или же ваш муж или жена не живут с вами во Франции, то поставьте галочку здесь. Здесь укажите информацию о ваших детях, если они живут с вами во Франции. Если они живут в вашей стране, не заполняйте этот пункт. Страницы 3 и 4. На этой странице нужно указать ваш доход. Если в 2019 году вы работали, укажите здесь общий налогооблагаемый доход за 2019 год. Даже если вы не работали или работали нелегально, или же получили денежную помощь от ассоциации, вы обязательно должны указать приблизительную сумму вашего дохода за весь 2019 год. Мы настоятельно не советуем вам указывать 0 в графе доход. Если вы не работаете, но получаете РСА или пособие по инвалидности от КАФ, вам не нужно заполнять страницы 3 и 4. Тем не менее, вы можете указать эту информацию в конце второй страницы, написав РСА или ААХ в графе информацию. Если вы запрашиваете убежище и вы получаете пособие АДА, выдаваемое ОФИ, вы должны написать АДА здесь и указать всю сумму, полученную за 2019 год. Страницы 5 и 6. Если вам предоставили жилье в отеле и в центре проживания, в таком случае вам необходимо заполнить свидетельство о проживании, которое вы найдете на странице номер 6. Это свидетельство должно быть подписано административным лицом центра, где вы проживаете. Если вы используете адрес одной из ассоциаций, в таком случае прикрепите к налоговой декларации копию вашего административного адреса. Если вы декларируете ваши доходы впервые, вместе с вашей налоговой декларацией вы должны отправить следующие документы. Копия документа, подтверждающего вашу личность, карту проживания, РСПС, документ, удостоверяющий, что вы запрашиваете убежище, или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность. Документ, удостоверяющий ваше место проживания или документ с административным адресом ассоциации. Номер банковского счета, то есть РИП. И, наконец, несколько важных вопросов. Все доходы, кроме пособий от КАФ, такие как РСА, премия за активность и пособия по инвалидности. Куда отправлять форму налоговой декларации? Заполненную налоговую декларацию нужно отправить в налоговую службу по адресу проживания на 1 января 2020 года. Если вы сменили адрес в 2019 году, вы должны отправить налоговую декларацию в налоговую службу по старому адресу. Какой последний срок отправки налоговой декларации? Последний срок отправки налоговой декларации – 12 июня 2020 года. Что делать, если налоговая служба отправила вам уже заполненную декларацию с деталями о доходах? Если вы получили уже заполненную декларацию с деталями о доходах, вы должны исправить неточности, если таковы имеются, и отправить обратно в налоговую службу. Если в декларации все верно и ничего исправлять не нужно, тогда ее не нужно отправлять обратно в налоговую службу. Что делать, если вы получили от налоговой службы уже заполненную декларацию, но без деталей о ваших доходах? Если вы получили уже заполненную декларацию, но без деталей о ваших доходах, вы должны добавить информацию о ваших доходах и отправить обратно в налоговую службу. Вот и все, что касается заполнения налоговой декларации. Мы надеемся, что это видео помогло вам. Если у вас есть вопросы, касающиеся убежища или статуса беженца во Франции, вы можете найти информацию на нашем многоязычном сайте. www.domazil.info Вы также можете задать вопросы на сайте, и мы постараемся ответить на них в наикратчайшие сроки. Мы также предоставляем информацию, касающуюся COVID-19 на разных языках. Информацию о COVID-19 вы можете найти на сайте www.domazil-covid.com Берегите себя и до скорого!